Драфт этого матча, и, конечно, драфт, наверное, здесь важен только в том случае, если Альбус Нокс допустит критические ошибки, ну а Just MSI забожат, скажем так. Ну, по большей части отчасти, да. Физ банится против Just Noob, скорее всего, сомневаюсь, что Маркера прям очень много на этом чемпионе играет, с учетом того, что Физ сейчас очень часто используется на топ-лейне. И очень редко, когда используется, скажем, на центральной линии, действительно, Маркер на нем не играет вообще, а вот Just Noob еще со времен предыдущего сезона ЛЦЛ очень часто рассматривал Физа и просил, говорил, Дуэрвин, пожалуйста, вот я Физ, дай мне пикнуть Физа, очень хочу Физа, дай быстрее мне Физа. Так Физа мы и не увидели. К сожалению, но мы и сейчас не увидим его, в принципе, тоже. А, Физ Виктор, здесь неудивительные абсолютно баны, а вот Just Noob блокируют Мираклы ЛЦЛ и Киндреда для стажера тоже не отдают. Здесь даже не просто для стажера, практически против любого лесника сейчас Киндред банится, и мы уже увидели сегодня Димашки на этом чемпионе и очень уверенную игру от него, поэтому мне кажется, что этот чемпион действительно заслуживает банфазы почти всегда. И Зур и Нисайра. Зайра, я уверен, но здесь Just Noob просто, я уверен, что им нет смысла играть по стандарту, они наверняка выкатят Зайру, я даже более того уверен, что для Гит Крейзи это стандарт. И возможно, только возможно, самоуверенность Альбус Ноксов и то, что они решили не банить прям главного фирменного пика Гит Крейзи, как раз это может им обернется. Какой быстрый драфт. Слишком много сильных пиков-то осталось и Азира, и Райза. Кстати, Маркер не так много играл на Азире, если честно, пока что, и будет интересно посмотреть его исполнение на этого персонажа. Но сейчас такая мета, что либо ты готов играть на Азире, либо способен играть против него, то есть именно подготавливать стратегию специальную в игре против Азира. Ну, то есть в основном через Варуса какого-нибудь, поэтому здесь будет интересно посмотреть на то, как Маркер исполнит этого чемпиона, потому что все-таки не все медлейнеры именно в LCL, да даже не только в LCL в мире, могут этого чемпиона исполнять хорошо. Ну, Азир очень метовый пик, несмотря на все уже сказанное. И даже если это не мейн-герой конкретного игрока, он может быть достаточно хорошо и надежно исполнен, в том числе и Маркером, несмотря на отсутствие огромного профессионального опыта игры на данном чемпионе. Грейвс и Трандл, я думаю, что пока есть все основания полагать, что это Трандл на топ, потому что ни один из любимых персонажей Ликрита не был заблокирован, и мы знаем, что Ликрит это тот игрок, который может перетянуть на себя дело так хорошо, что в этом не будет проблемы. Но Трандл ему просто не подходит, по сути, как персонаж вообще, то есть с учетом того, что он просит все время от своего тренера, от команды, какие пики ему были бы позволены. Да, в более важном противостоянии против, наверное, Гамбитов. И если было бы необходимо Трандл опустить на суппорт, он бы на нем сыграл. Но сейчас я вообще на полную сомневаюсь, что Ликрит будет играть на этом чемпионе. Да, но Ликриту, наверное, слишком скучно будет, что ли, играть. Очевидно, что Джасты аутсайдеры, и он, скорее всего, наоборот, запросит какой-нибудь агрессивный пик. Возможно, даже не совсем метовый и даже не бронда. Да, Кейтлин и Риксай, и такой хороший знак для Ликрита, на самом деле, чтобы, может быть, самому Зайру показать. Потому что я бы не хотел стоять бутлейн против Кейтлин и Зайры ни на каком персонаже. Но здесь уже пик такой вот Джастов, что Зайра здесь садится реально практически идеально. Зайра садится, да. Можно посадить Зайру, потому что она цветок, а там уже есть дерево, и целый сад просто выстроить, вокруг которого будут песчаные солдаты Азиры. Это был бы красивый сад. А, Азис. Джаст Масай Сетап называется Азис. Кстати, это красивое название для команды. Джаст Масай Оазис. Как Альбус Нокс Луна, так же Джаст Масай Оазис. Мы одни в этой пустыне. Юрий, давайте вернемся к драфту. Кейтлин и Риксай, и последние два пика. Неужели это будет твич для Эмиракла? Почему нет? Может, естественно, Эмиракл взять твича, опять же ссылаясь в первую очередь на то, против кого Альбус Нокс Луна сегодня играет? Ну, это в любом случае смелый пик, и если я правильно помню, это будет первое появление твича, как в этом сезоне континентальной лиги, так нет, не будет. Не будет. Это Эзриэль. А вот это тоже очень необычно для коллектива Альбус Нокс Луна. Во-первых, то, что Миракл всегда просил Эзриэля, но Ликрид, он так ненавидит этого чемпиона, что считает его самым слабым вообще в игре, и просто не позволял его брать для своей команды. Здесь, наверное, договорились, что Мираклу позволили сыграть на нем. Ну и, кстати говоря, здесь у команды Эйнекс есть все. Магический, физический урон, антитанки, инициации, и вообще абсолютно все, что необходимо. Но единственное, что это популярная на MSI, и в каких-то моментах проблемная связка из Реаль-Райс, где вам нужно стакаться по времени. Ну, здесь есть Грейвс, который может... Грейвс и Барт, по большей части, которые могут решить эту проблему и выиграть время для своей команды. И это будет очередная карма. Увы, впервые не забанили против Just of Zyro, и Get Crazy берет для себя карму. И пытается как раз более успешно реализовать карму и Китлин, чем это сделала команда Vega Squadron, у которой это не получилось совершенно, не получилось задоминировать линию. Вот Get Crazy это как раз тот игрок, который очень любит линию доминировать. Вот с какой стороны можно посмотреть Zyro. Она линию доминирует при некоторых условиях. Точно такая же, в принципе, задача и у кармы. Это совершенно разноплановые герои, но они пытаются это сделать и доказать, что, возможно, они даже в каком-то плане сильнее, чем бутлайн команды Vega Squadron. Но на драфте у нас не произошло ничего, после чего можно было бы сказать, что Anox его очень сильно проиграли. Здесь ни одна команда драфт, по сути, не проиграла. И у Just of очень сильный драфт получается. По всем позициям чемпионы хорошо садятся. Здесь для кармы, ну, она выполняет утилити по большей части для Кейтлин. Ну, занимается только этим. И подходит хорошо. Линия сильная. Есть контроль в виде Макая, есть контроль в виде Азира и инициации именно Азира. То есть по всем параметрам, мне кажется, драфт здесь у Just of хороший. У Альбусов он, ну, с MSI, как ты уже сказал, патч с MSI, потому что у них точно так же есть сильные пики в виде Райза, Трандл, который тоже используют. Чаще он, конечно, MSI все-таки на позиции суппорта использовался, на топе не так. Бывало, бывало. Бывало, ну, лупер, допустим, в финале играл. Там было очень много поппи просто, поэтому. Да, сейчас поппи вообще не используется. И, мне кажется, просто сетапы разные. И, по сути, кто как их реализует. Единственное, как мы и отмечали, если дело коснется свапов, макроигры, то у Just of будут проблемы. Ну и карма у нас может уехать в совершенно низкий винрейт. И, я не знаю, даже чисто статистически может стать худшим персонажем, наверное, чуть ли не в истории континентальной лиги. Ну вот, сетап Эйнексов, он как раз более такой стандартный, скажем, исходя из мета, который сейчас есть. А вот сетап Just of, он, в принципе, тоже метовый, но он имеет какую-то задумку определенную. То есть это не просто сетап, который более-менее сильный во всем. И в файтах, и в дефе, и в атаке, и в объектах, и в просто каких-то рандомных файтах на реке где-нибудь, когда ловят какого-то соперника, и, соответственно, начинается всякая куча мала. А у Just of как раз сетап определенный с Азиром и Кейтлин, когда нужно и сиджить вышки, позиционно драться, соответственно, вот строить такую пирамиду, из которой Азир с Кейтлин будут сзади стоять. И все остальные их союзники будут стараться давать им позиции, чтобы они делали свое дело, убивали вышки и катер соперника. У нас начинается, тем временем, последняя игра сегодняшнего дня. Альбус Нокс Луна против Just MSI. Друзья, не забудьте, что вы можете постоянно голосовать за самых ценных игроков матча. В предыдущем матче с огромным отрывом, когда мы как раз с перерыва уходили, лидировал как раз Double Aim. Ну и здесь есть возможность у Just'ов первые очки MVP заработать сегодня, если они выиграют матч против команды Aenex. Ну а Aenex, конечно, по-моему, у нас Smurf и Emiracle получили по одному MVP. И я уверен, что Ликрид сегодня на Барде хочет все-таки немножко славы. Хочет немножко давать ульты, немножко ловить соперника. И у него это вполне возможно может получиться. Кстати, я все жду, когда же все-таки кто-нибудь, особенно, наверное, Ликрид, потому что он, в принципе, очень быстро адаптирует новых персонажей всегда, когда же все-таки мы увидим от кого-нибудь саппорт Талию. Талию, прошу прощения. И все-таки проявит ли ее кто-нибудь хорошо. Ну вот, если говорить о саппорт Талии, то если бы мне дали список матчей, я бы сказал, что этот матч за две недели, я имею в виду, в общем, этот матч это самый более возможный матч, в котором Талии саппорт может появиться. Но ее нет, поэтому я думаю, что ее не будет первые две недели. Ну, вообще Aenex, единственная игра, в которой они играли, крайне нетривиальная. Вообще, в этом году в СНГ, это был матч против Team Empire, когда они поменялись позициями, чтобы поэкспериментировать. Этот эксперимент не удался. С тех пор они продолжают играть своими стандартами, своими связками и, в принципе, все делают как обычно. Да, мы видим, что есть определенная у Джастов стратегия, но она не настолько хорошо может быть реализована в условиях именно свапа. У нас тем временем и Ликрид, и Гит Крейзи выходят на мид. Ликрид прекрасно знает, что Барт на левел один это безумно сильный персонаж, который чуть ли не в одиночку может противника заковырять, если ему дать время. А когда мидер стоит в центре линии, там вообще можно сумасшедшие вещи делать. Правда, Ликрид, как и всегда, играет с Экзостом. Конечно, убивать таким Бардом сложно. Довольно стандартный мув, зайти с суппортом на мид на early-уровне. Ух, маркер теряет много здоровья. Кира, конечно, если бы еще от башни тычку не получил, вообще было бы сэкзором. А вот тут Кира и как раз ловит еще и QSP от маркера, и удар от солдата, поэтому размен получился, собственно говоря, и вровень. Хотел сказать о том, что стандартная вещь, когда суппорты на первом, на втором уровне на свапе заходят как раз на мид, поэтому нужно, естественно, ожидать таких вещей, когда от мид-лейнера обеих команд, понимая, с какой стороны как раз эти же самые суппорты могут зайти. А когда вообще саппорты эти могут двигаться? То есть при любом свапе любой саппорт, в принципе, может потратить секунд 30-40, сходить на мид, вернуться обратно, ничего при этом не потерять. Более того, я скажу о том, что любой суппорт может обойти весь лес и потратить на это 15 секунд, чтобы зайти с другой стороны, потому что если ты не ожидаешь того, что к тебе зайдут, ты можешь просто-напросто погибнуть. Ну и у нас достаточно классический свап получается. Эйнекс при этом этот свап инициировали, и на прошлой неделе мы замечали, что у джастов этот свап абсолютно не силен. Они в макроигре могут с самого начала достаточно сильно проиграть. Пытаются Эйнексы этим воспользоваться сейчас, но и, конечно, в таких условиях Кири, когда оба лесника явно сюда придут не скоро, ему будет непросто, потому что уже просевший ему скоро придется возвращаться за капли, и у Маркера все хорошо. Ну, здесь стандартный свап, скажем так, в котором идет 3-мен-пуш. Даже раньше джасты убивают чуть-чуть вышку. Ничего неожиданного нет, просто джасты хотели стоять обычной линией, и Эйнексы свапнули, а те адаптировались. Маркер потратил флэш. Очень интересно, учитывая то, что у Киры маловато было маны, Маркер не хотел уходить. Почему он не уходит на базу? То есть он мог бы намного позже этот флэш сдать и выжить 100% все равно, нет? Да, это очень странный мув, я просто, честно говоря, до сих пор в шоке небольшом, поэтому мало какой комментарий могу оставить. Мне не особо нужный был флэш. Даже если бы Киры флэшнулся и дал бы, соответственно, свой рут, то Маркеры после этого мог бы уйти через флэш, и, соответственно, точно так же дать телепорт, хотя бы выбив само нераз противника. Поэтому выбор игрока центральной линии команды Team Just MSI мне немножко непонятен. Киры не идёт пока добивания миньонов, но у Маркера уже два Дорана есть. У Киры появляется преимущество во флэш. Просто очень опасная для Маркера ситуация. Он-то играет без клинца, и у него телепорт, и этот райс возьмёт шестой уровень, и райс против персонажа без флэша и без каких-либо защитных заклинаний, он вполне спокойно в один на один может противника напрягать. И мы прекрасно знаем, что Киры один из тех игроков, которые всегда пользуются такими возможностями. Особенно учитывая, что и у стажёра, и у Киры есть флэш, и с флэша можно спокойно сыграть. Практически в соло можно убить сквишового персонажа, если ты играешь за райза. Ну, здесь наполовину просаживается уже Маркер, при этом он играет через зелье. Зелье, кстати, в последнее время вообще тенденция идёт такая, что всё больше и больше игроков его стали покупать, потому что на долгом промежутке, на 10-15 минутах, когда ты делаешь 2-3 бэка, оно, конечно, выходит дешевле и выгоднее, чем подки. Ну, вообще в Корее очень давно стали это зелье покупать, ещё, может быть, месяцев 4-5 назад, и оно было в очень большом тренде. Да, но уже сейчас даже маги, то есть если до этого там, учитывая тем более тот факт, что ты начинаешь с Дарана, с Дараном вместе это зелье не купить, потому что оно 150 стоит, то есть его нужно делать после первого бэка, и обычные игроки предпочитали всё-таки первые 2 бэка можно и на потках прожить, а дальше, в принципе, и не надо. Но вот теперь мы видим, что большинство игроков от этого тренда отказываются и переходят к новому тренду. Сейчас часто мидлейнеры берут телепорты, именно по этой причине они могут дать сейфовые реколы, и вот как раз эти зелья являются полезными. Большой пак на боте сейчас Эйнекс пытаются довести до Т2, и поэтому Т2 ещё и сыграть. Здесь Трандл с Эзриэлем, они могут много урона по башне-то нанести, учитывая то, что здесь есть тележка. Ликрит идёт зонить, однако если он сюда подойти так просто не сможет, Ликрит просто уходит через тоннель, а Анстап тем временем потратил сетку. Здесь Эйнекс, по-моему, не добивают никак эту башню, поэтому всё равно придётся уходить. Вопрос в том, насколько Т2 они это просадят. Вот поставил сейчас Джаснуб топ на пуш, причём я хотел сказать на слово пуш, но нет, там достаточно сильный пуш, и поэтому Миньоны будут копиться для Эйнексов, пока кто-то туда не придёт и, соответственно, их все не зафармят. Да, ну и, кстати, это то, что вот на MSI, например, на Mid-Season Invitation, больше всего делала именно турецкая команда Супермастер, то есть они всегда волну Миньонов догоняли до Т2 и всегда старались хоть как-то эту башню просадить. То есть если некоторые команды, видя подобную ситуацию, они сразу же отказываются, потому что они понимают, что Т2 им здесь не сделать, то как раз турецкая команда, она всегда там на 30-40%, иногда на 60% пробивала башни, и потом, если у тебя топпер в плюсовом матчапе, а здесь как раз Трандл Маукай, это достаточно опасная тема для Джастов может стать. Ну вот как раз я, как и говорил, Джасты не допушили топ, и, соответственно, мы видим, как большая пачка Миньонов пушится. У Джаснуба 12 крипов, у Смарфа 17 крипов, и он сейчас их будет, соответственно, все фармить, выходя вперёд. А Джаснуб просто сидит в кусте на миде, он ничего не может сейчас поделать, и, более того, без Т1 на топе, ему безумно опасно будет вообще идти-то фармить, потому что Трандл Грейвз его могут абсолютно спокойно принимать. Да, Джаснубу сейчас не особо есть чем заняться, он четвёртого левела. Хочет задайвить Киру, у него есть флэш, Киру можно попробовать задайвить, Кира утягивается флэшом далеко, у Ультазира минус Кира, прекрасный плей от Маркера, и первая кровь для Джастов. Джаснуб здесь отлично обеспечил килл своему мидеру. Да, вот только я сказал, что Джаснубу мало есть чем заняться, тут же появилась такая халява, и можно было задавить Киру, который был на лоу-хп. Стажёр отлично просадил Джаснубу, естественно, этого урона не хватило, но Стажёр хотя бы защитил свою Т1 башню. Гиткрейз даёт по всем щит и ускорение, и отступают здесь джасты сейчас. Джасты ведут уже на 300 золота, это приятно видеть, то есть команда собралась, и отличный плей сейчас был от Джаснуба. Вот мы видим повтор, Кира был на лоу-хп, ну и Джаснуб, естественно, просто с флэша дал ему свою W, попытался Кира выфлэшиться, но такое количество здоровья не позволило ему остаться в живых. А тем временем на боте огромный пак идёт к Изреалю, на топе Трандл продолжает линию контролировать, ты знаешь, по-моему, несмотря на это красивое убийство, у джастов на самом деле всё плохо, потому что линии по бокам идут не так, как нужно. Да, ну по макроигре, конечно, джасты отстают, и вот, как отмечал АТР, джастам нужно сильно очень выигрывать early game, они пытаются сейчас это сделать, чтобы в мид-гейме мочь хоть что-то противопоставить команде соперника. Горный дракон у нас будет следующим, как раз сегодня на официальном канале Lola Sports вышло видео, которое джета, авторство джета, оп, здесь Кира всё-таки забрался, и не баф, где джет делится мыслями о том, что, несмотря на мнение многих, горный и воздушный дракон, они в лейт-гейме, ну, скажем так, безумно важны, и намного важнее, чем тот же океанический, и даже в некоторых ситуациях, для некоторых команд, горный дракон может оказаться вообще важнее, даже, чем лавовый, если ситуация располагает к этому. Ну, конечно, потому что, если горный дракон может позволить забрать барона на шора, то барон на шор плюс баф от горного дракона, естественно, сильнее, чем сколько угодно бафов от лавового. Ну, нисколько угодно. Ну. Пять бафов лавового дракона, 70% АД и АП. Приходит к тебе джин 1400 АД, даёт одну автоатаку на крите. 70, а 40. Ульта идёт от Анстапа, принимает её Кира в свой щит. Ну и, конечно, Трандл 56, Маукай 13, Смурф 7 уровня с Тиаматом, на Джаснуба 4 уровня. И даже забрав весь этот пак, по-моему, Джаснуб может даже 6-й не взять. Это очень опасно. Он не возьмёт 6-й, конечно. Нужно забрать минимум 2 таких больших пака, чтобы получить 6-й уровень. Это опасная ситуация сформировалась для Джастов, и всё это из-за того, как поставил как раз линию Джаснуб, как её подхватил Смурф, и как он её не выпустил у своих рук после этого. Она стояла на слоу-пуше, и Джаснуб подумал о том, что если он поможет этой линии толкнуться, она быстрее разобьётся. Но туда быстро подосмел Смурф и просто зафризил её. Настолько, что он теперь ведёт 40 крипов, но вот за вычетом этих, допустим, это будет 30. Это всё равно огромное преимущество одного топ-лайнера над другим. Особенно на 11-й минуте, особенно учитывая тот факт, что это Трандл против Маукаи, потом Трандлу вряд ли какие-либо проблемы будут. А тут ему ещё и баф Герольда пытаются подвести, конечно. Заходят сюда Азир и Риксай. Могут здесь Панишир и Маркер что-то придумать, но Кира сбоку. Эзрель, правда, на боте. Здесь для Эйнекс опасная ситуация, но баф Герольда поднимают, и Джасты сейчас слишком нерешительно сыграли, а ведь из реалии никак не мог подключиться к этой драке. Очень много урона по Барду нанёс Маркер, но этого было недостаточно. Не совсем инициативно сыграли ребята из команды Team Just MSI, и поэтому Эйнекс их просто так вот так вот и взяли. Стажёр просел очень сильно, еле живой остался. Отличная связка Кейтлин плюс Азира его просадила, но теряют Т1 на миде. Эйнекс, Джасты таким образом компенсируют частично отставание по золоту, но разница на боковых линиях. 90 на 62 по Кире пытаются сыграть сейчас Маркер, у Киры проблемы, Киры подбрасывают, Кире здесь будет невероятно сложно уйти. Минус Кира, второе убийство для Джастов, 1-0-1 Азир, опять Маркер вытворяет уверенные плей. Это совсем другой Маркер по сравнению с тем, что мы видели на первой неделе. И опять ошибается Кира, что совершенно немаловажно, потому что многие говорят о том, что каждый игрок может быть, за исключением Миракла, это лучший в СНГ на своей роли. И вот показывают сейчас ребята из Джастов, что не всегда можно так смело прогнозировать и оценивать игроков на каждой из ролей. Сейчас Джасты забрали Т1 на миде, они собрались вместе с Кейтлин, что они, исходя из своей Teamfight-композиции, должны были, собственно говоря, делать, потому что если бы они не смогли сделать и этого, тогда они совсем бы опустились и точно не имели бы шансов на победу. Они это сделали, поэтому пока говорить о том, что они не смогут победить, совершенно глупо и Джасты следуют своей стратегии. Они сейчас реализовывают не супер здорово, но довольно успешно. Получается Киру подловить. У Киры бывают такие игры, когда он не совсем чувствует ситуацию, особенно если какая-то агрессия, где он потерял свой флэш и все равно умер, потому что Кира не тот игрок, который становится играть осторожнее, если его начинают убивать. То есть это одна из тех вещей, которую бывают, все-таки обузят некоторые игроки, идут сюда, тиммейт от Панишера, и Джасты все-таки свою башню защитят, но, конечно, плюс 40 для Трандла сохраняется. Маукай, правда, почти вышел уже на накидку, и разница Тиамат на накидку, это выглядит неплохо для Маукая. Вот по уровню, конечно, ситуация похуже, да и по ситуации в целом, для более поздних этапов игры, для Маукая выглядит весьма безрадостно. Трандл это основное сейчас оружие команды Альбус Нокс, потому что Мид очень сильно просел 3900 на 4900, 1000 золота преимущества на 13 минуте, это огромная цифра, что закасается топа, то всего 600 золота преимущества у Смурфа над Джастубом, учитывая то, как много крипов он перефармил, и как много вышек забрали Джасты, что дало, естественно, глобальное золото, которое Джастуб и забрал. Но здесь еще два уровня, я думаю, два уровня тоже, да, в эквиваленте золота немало так подваливают для Смурфа. Да, друзья, потому что каждый уровень он дает, естественно, статистику, и он дает и здоровье, и броню, и всякие статы прочие. Джастуба проблемы, Смурф за ним гонится, мало маны остается у Смурфа, и Джастуб здесь должен выживать. А какой вообще в среднем эквивалент вот один уровень, сколько примерно золота стоит? Это очень тяжело сказать, потому что приросты у всех разные, и вэлью для тех статов, которые даются с уровнем, опять же разные, то есть для каждого чемпиона это индивидуальная, скажем так, такой индивидуальный момент, но каждый уровень может давать, допустим, 80 здоровья, 50 маны, и все это, если посчитать, допустим, это половина кристалла здоровья, или одна треть, соответственно, это уже 100, потом ману можно посчитать, это столько-то, это столько-то. Ну, я предполагаю, что это около 400, может быть, 300-350 золота у всех по-разному, вот 300-400 золота примерно. Ну да, два уровня, таким образом, еще в 600, и это 1200 получается у Смурфа, но в любом случае, сейчас разница остается в один уровень, 100 на 63, этот Маукай, опять-таки, может оказаться полезнее Трандла, если его джасты реализуют, и пока для джастов все разворачивается очень круто, 15 минут, в игре, 1-0-1 идет Азир, у Киры пока все не особо хорошо, единственное, что в игре пока что не было совершенно Эзриэля, и как раз мидгейм Эзриэль против Кейтлин, есть где развернуться для Эмираклы, ульта пошла от Ликрита, отфлэшивается Анстап, и не тот момент славы Ликрита, который он хотел, потому что Анстап хорошо среагировал на ульту этого Барда. И, кстати, появляются ботинки мобильности сейчас у Ликрита как раз, и учитывая, что еще и в следующем обновлении ослабили опять ботинки стремительности, я думаю, что мы со временем будем все чаще и чаще этот предмет видеть. Как раз эту мету Ликрит сейчас и пытается уже внести, потому что тренируется он на новом патче. А на боте тем временем Кира, 103 на 133 у них сейчас фарм, разница, конечно, от линий очень большая у обеих команд, ну и, конечно, главная надежда Джастов, идет император Шуримы сейчас, и посмотрим, сможет ли Маркер здесь свою команду затащить. Пока все складывается как нельзя лучше для него, и на самом деле Азир может переворачивать практически любые игры. Да, особенно учитывая, что мы видели в прошлом сезоне LCL, как Маркер умеет играть, как он механически может отыгрывать, как он стабильно может проводить тимфайты и правильно позиционироваться, поэтому Джасты еще могут удивить нас. Ну и, кстати, несмотря на то, что от Маркера мы Азира практически не видели до этого дня, но, тем не менее, мне кажется, Азира вполне подходит под игровой стиль как раз Маркера. Ну, мало кто может сомневаться в том, что Маркер может выходить Азира и показать на нем хорошую игру, потому что Маркер себя в первом сезоне LCL зарекомендовал. Там тем временем поймался сейчас Кира Анстапа, убил его, при этом не потратив флэш. Очевидно, Кира его в засаде на боте подловил, стоя в кусте. Ну, Кира там стоял минимум секунд 40, потому что на 16-й минуте Кира уже то ли нажимал рекол, то ли запушил свою пачку. И вот видна работа, опять-таки, частичная, пусть и невидимая, но это работа и Ликрита, и Киры, потому что Ликрит сначала выбил флэш из Кейтлин, а Кира потом это дело добил тем, что устроил хорошую засаду на боте. Ну, даже если бы Кейтлин был флэш и она бы его потратила, когда ее Кира атаковала, это все равно была бы ошибка Анстапа, естественно, и хороший мув от Кира. Здесь за Гит Крейз гонится стажер, урона много заходит, как бы Гит Крейз сейчас без жизни не остался, даже потратив флэш, щит есть, стажер идет дальше, но не получилось у него продолжить эту агрессию. Знал стажер то, что у Гит Крейз здесь не флэш и экзост, поэтому не стал флэшаться и расхастовываться под вышку, а что это не привело бы к смерти Гит Крейз ни в коем случае. А могло бы загнать, кстати, его команду в очень неприятное положение. Делал это достаточно часто в весеннем сплете стажер, когда на оверагрессии он глубоко оказывался, скажем так, на половине карты противника. Но стажер растет. Тем временем драка может начаться, появляется маркер, стажер очень сильно просел, ультует, пытается выйти, анстап начинает настреливать, Кира просевший стажера добивает Джаснуб, появившийся из-за спины здесь и Смурф, Кира и Ликрит еле живые, уходят через туннель, Джаснуб гонится за ними, Джаснуб, Ликрит его станет, пытается убежать сейчас Эйнакс, при этом Эзрель сбоку, пока что Миркла в этой драке видно не было, экзост по Джаснубу, Ликрит сейчас может отъехать, дабл стан, заходит очень красивый, но толку от этого никакого, здесь и Миркл, здесь и Миркл просевший, здесь и Миркл ничегошеньки-то и не изменит, а тем временем Маукай ловит Трандла, у Смурфа проблемы, Лышата у Смурфа уже нет, прилетает в трактный Маркер, минус Смурф, Маркер его добивает вместе с Маукаем, и у Эйнакс все очень плохо, а у Джастов все очень хорошо, переворачивает Team Just MSI эту игру, соответственно, 3 кила они забирают, счет становится 5-1, как прекрасно Маркер играет сейчас в эту игру, я не знаю, как это буду сказать, Маркер просто царь, вот он играл в предыдущие, соответственно, недели, и он был совершенно нон-факторным, никакой агрессии, никаких мувов, никаких действий, всегда просто какое-то, опять же, пассивное стояние на линии, каждый раз его дайвят, он пытается что-то сделать, ничего не получается, совершенно сейчас другая ситуация, прекрасно и Панишер играет, и Маркер делает мувы, от которых команда, соответственно, может забирать те самые нужные убийства в Эрли Гейме, которые так нужны, 5-1, 500 золота преимущества команды Тим Джаста ВСА. Вообще, если прогресс Маркера от игры к игре будет таким, какой он между первой и второй неделей, то к концу сезона Маркер может там на уровень Кореи выйти. Нет, если будет такой прогресс, Миша, то Маркер в конце сезона будет далеко за всеми корейцами уже, потому что, ну, разница игрока, который сыграл плохо, игрока, который сыграл хорошо, она колоссальна. Но у Смурфа все, несмотря на события в игре, хорошо. Правда, и у Джастнуба все становится отлично. 2-0-2 Маукай с накидкой солнечного пламени, капюшоном. Правда, вот разница единственная заключается в том, что Кейтлин все еще на одной только грани бесконечности, в то время как у Эмиракла появляется перчатка и Мономун, и вот как раз от Эмиракла все больше и больше в последнее время видно игр, где именно он берет на себя команду. Вот на прошлой неделе как раз была такая игра на Люциане. Пока что плеймейк команды Альбус Нокс не оказывается слишком сильным. Ну вот, хороший фарм все равно у Миракла, а тут прорывается Джаснуб. Идет по стажеру, идет вперед, Ликрит через туннель выходит, за ним гонится дальше Джаснуб, его Ликрит станет, а тут подключается барон на шор, сбоку сморф, Джаснуб оказывается глубоко, ультует Ликрит сам себя, блестящий ульт от Ликрита, появляется Маркер, Маркер не может сейчас сделать ничего, здесь и Гит Крейзи прекрасный ульт, но ультезрели, убивает Маркера, и теперь все для Джаснуб может стать плохо, Панишер идет вперед, пытается забрать Миракл и Миракл, добивает вместе со сморфом, еще и Панишер, Ликрит и Гит Крейзи размениваются, экзост далеко не лучший по барду был только что, и Гит Крейзи тем временем получает пилор в лицо, убирает сейчас, это карма, Гит Крейзи, очень долго живет, Гит Крейзи, еще и дает сейчас кушку, но не выживает, тем временем Кира убивает Анстапа, Эйз для команды Альбус Нокс, ну и вот теперь это уже игра, в которой играют Эйнекс, ну вот, было бы все так хорошо, если бы не было так грустно, как говорится, потому что Джасты почувствовали силу, пошли в драку, которую не имели права принимать, они умерли все в пятером, хотелось бы отметить, что Джаст Нуб просто переиграл сам себя, только что, он дал W в Ликрита, когда тот давал в него ультимейт, чтобы задоджить его ульт, но он был обязан входить в его ульт, потому что тогда бы он выжил, и соответственно, из-за этого он и погиб, вот сейчас мы видим этот повтор, как раз момент, в котором Ликрит дает ультимейт, Джаст Нубы начинают окружать, но он хочет задоджить ультри Крита, вот он дает это W, и соответственно, доджит ультимейт, после чего он и умирает, Анстап занимает не самую лучшую позицию, Маркер также оглушается, его добивает Изреаль, и вот Анстап, добивая стажера, все равно занимает позицию, в которой он не может носить повреждения, подставляется под Киру, тратит флэш, и из-за этого настолько плохо был проведен файт, из-за ряда ошибок, которые Джасты совершили. Вообще, на самом деле, здесь одна из проблем, мне кажется, в том, что у Кейтлин и урона сейчас нет, и все, на что полагаются Джасты, это Азир, поэтому, если первые врывы маркера были очень хороши, умирать ему во время врыва ни в коем случае нельзя, потому что некому будет добивать-то цели. Нет, у Кейтлин был неплохой урон, на самом деле, относительно того, сколько здоровья и защитных предметов есть, было у команды Инекс, было очень важно, но вот сейчас, после этого файта, да, уже урона будет не хватать. Да, есть уже и Жезловиков, и объятия Серафима у Киры, синий баф сейчас, Джасты пытаются здесь отобрать, при этом у Трандлы есть Лепорт, а у Барда есть отсрочка неизбежного, ульта Кейтлин прошла, по Ликриту, урона нанесла не так много, что у Ликрита уже достаточно много здоровья. И, кстати, Ликрит играет, что интересно, с монеткой улучшенной, мы видим все чаще и чаще этот предмет, мы видим его от Эдварда, мы видим его от Ликрита, это самые передовые саппорты, которые есть в СНГ, и, видимо, все больше и больше этот предмет тоже будет использоваться. Ну вот навязывает сейчас Инекс опять свою игру, достаточно далеко находится Миракл, но, в принципе, все равно скоро подойдет, и ульта у Барда есть, мы ее ожидаем, потому что она будет сейчас ключевой для того, чтобы цеплять соперников. А вот этот... О, Джастнуб идет вперед, так рискованно, это опасная инициация Джаст. А где сейчас находится-то вообще Азир, сможет ли он поддержать? Идет ульт Эзри, ни по кому не попадает, маркер в ульте стоит, ставит свой ульт. Анстап тем временем под фокусом оказывается, его могут добить, минус Кейтлин, за Джастнубом идут дальше, минус Джастнуб, у Гет Крейзи те же проблемы, даблкил для Киры, и сейчас Эйнекс могут не то, что эту сторону открыть, они могут и дальше попробовать пойти. Никто даже не просел у них, как же сильно подставили здесь Джасты, и почему инициировал эту драку сейчас Джастнуб? Ну, грубая ошибка от Джастнуба, но его можно понять, Егорка, он очень парень эмоциональный, он почувствовал вот эту силу, и действительно Джасты неплохо начали, но такая сейчас неудачная была инициация. О, что сейчас творят, кстати говоря, очень красиво разыграли Аннекс и ситуацию минус Азир, минус Панишер, комбинация Пилора Трандла и космического сейчас биндинга была от Барда, причем космического во всех смыслах. Отлично просто здесь играл в этой ситуации Ликрид. Казалось бы, счет 6-1. Одна проигранная драка и настолько оттанная инициатива позволяет команде Эйнекс вот уже... Вторая башня Нексуса падает, Джастнуб под фокусом оказывается, а больше защищаться-то негде. Эйнекс могут идти дальше, Миракл прыгает вперед, почти убивает Карму. Джастнуб просевший до невозможности, Кира играет по ансапу и гет крейзи, его пытается Карму подвязать, тем временем добивают Нексус команда Эйнекс и одерживают победу в этом матче, оформляя 3-0 и оставаясь на вершине вместе с командой Вивиктис и Спортс. Победа для Эйнекс. Продолжают они свою серию побед. Сколько у нас, кстати, длилась эта игра в итоге? 24 минуты около того, потому что там не было видно. Вообще игра просто изумительная. С самого начала все шло по плану, то есть джасты лидировали, все как и говорили, все хорошо, 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 а потом в какой-то момент ты смотришь, не, подожди, джасты выиграют 5-1 альбусов и при том без шансов, так захватывая один объект за другим, потом вроде как кто-то бьет тебе по щеке и ты такой смотришь, а не, все нормально, счет становится 6-6, джасты проигрывают одну драку, джасты проигрывают вторую и альбусы как будто лидировали всю игру, на 24-й минуте идут и заканчивают игру. Ну вот команды, которые сильно умеют играть в макро, которые понимают, как им позиционироваться в тимфайте и соответственно знают задачи своего героя, всегда были такие команды, были и старые-старые гамбиты, звездный состав, которые могли 0-11 лететь, просто вообще без шансов проигрывать там 6 тысяч золота, потом собираться вместе один раз и выигрывать. Вот за счет своего опыта, который есть у команды Альбус Нокс, естественно, даже проигрывая по золоту, даже проигрывая по счету, хотя по золоту отставание было не такое большое, они знают, как использовать их чемпионов. Они плотно драфтят так, что они могут дать бой сопернику практически в любой стадии игры. Вот что мы, собственно говоря, и увидели. Была задумка у джастов, неплохо была, достаточно исполнена, это стоит отметить, потому что они смогли завладеть преимуществом у команды Альбус Нокс, что уже достойно уважения, особенно учитывая их счет 0-2 и небольшие перспективы на попадание в топ-6. Но вот команда свой класс, в итоге устроив буквально два тимфайта, решив исход игры. Но, во-первых, не забывайте, что прямо сейчас вы должны начинать голосовать за MVP этого матча. Я бы хотел сказать следующее. Независимо от того, как сложилась эта игра, вот в этом матче победителями для себя оказались джасты, потому что они показали себе, что они могут провести первую 20-минутку даже против Альбус Нокс Луна хорошо. А если они могут провести первую 20-минутку хорошо, это уже материал, с которым можно цепляться за игры, это материал, с которым можно идти дальше. И, ну, для меня лично MVP этой игры единственная причина, почему ее стало действительно интересно и интригующе смотреть, это маркер. Потому что не будет здесь маркера, не будет здесь этого Азира, который Киру на самом деле в рамках фазы линий просто уничтожил, эта игра бы, наверное, еще быстрее, еще бы менее, ну, без шансов была. Но здесь более того Кира играл стандартного Киру, которого обычно никто из зрителей не знает, но есть такой особенный Кира, который играет скримы, который играет вот в основном тренировочные матчи, вот он занимается великим уравниванием, так сказать. Я тебе так скажу, даже такой Кира бывает даже на самом деле, там, на Сильвере он новый аккаунт качает, такой Кира встречается даже там, там открываешь стрим Киры, Кира играет на Сильвере, русского сервера, со счетом 0.8, на старом Владимире. А ты такой, Кира, что нужно было сделать для того, чтобы оказаться со счетом 0.8 на Сильвере, будучи игроком уровня, там, ну, топового вайлдкарт, скажем так, игрока? Ну, здесь безумнейшая жадность от него, которая, в принципе, и команду так сильно назад оттянула, потому что ты стоишь против Азира, ты с ним неправильно потрейдился, Азир смог законтролировать линию, пошло 2,5 пачки миньонов, ты на разе с 20% здоровья. Что надо сделать в этой ситуации? Конечно же, остаться под вышкой. И Джаступ, который не мог себе найти место, не совершил супергениальный ход тем, что он пошел и Киру задавил. А ему просто некуда было идти, поэтому... Не, он как бы шел безысходности, он такой в какой-то момент... О, Кира! Опа-на! Ему некуда было идти, потому что отлично зафризил линию как раз с Мурф, и Джаступ думает, ну-ка, схожу-то на намид, о, здесь Кира стоит, лхп, ну-ка его задавили. А Кира такой просто где-то гуляет, я не знаю, не о том думает и совершенно позабыл о такой опции топ-лейнера команды соперника, как Дайв, соответственно, он и погиб. Ну, непростая в любом случае, мне кажется, получилась игра для Альбус Нокс, и, скажем так, перед завтрашним матчем с Гамбитами я бы сказал, что после этой игры все стало еще менее понятно, потому что... Добро пожаловать в СНГ! Да, смотришь первую игру Гамбитов, сегодня такой, а, ну все, Альбус Нокс и завтра легчайшего игры. Смотришь вторую игру, 5-1 в пользу Just MSI, и, ну, как-то все не так уж и легчайше смотрится на завтра. Ну, будучи игроком, которому имелась честь быть в сильных командах, я могу сказать о том, что можно и проигрывать 1-5 спокойно и совершенно не продавать никакого этому значения, даже слабейшим командам, потому что, если ты знаешь, что пока игра в твоих руках, ты всегда можешь камбэкнуть, ты себя чувствуешь спокойно, что Альбус Нокса показали, поэтому лично для меня команда Гамбит Гейминг сегодня немножко более понизилась в моих глазах, чем вот команда Гамбит Гейминг Она проиграла в любом случае, проиграла достаточно без шансов, стоит заметить. Ну так, когда еще 24-3 или какой-то был в определенный момент. Кажется, да, у нее шансов уже не так много было. 1-5 и 24-3, это немножко разные счета. Ну, да, да. Давайте посмотрим на результаты сегодняшнего игрового дня. День получился, на мой взгляд, еще более интересный, еще более насыщенный. Не предсказуемый, самое главное, потому что никто из нас так и не угадал результаты. И сегодня выигрывают левые Роксы, Нави, Ваевиктисы и Эйнекс зарабатывают еще по одному баллу в погоне за плей-оффами. И, конечно, в первую очередь это важно для команды Нави, потому что на первой неделе ни одной победы у них не было. Роксы, Ваевиктисы и Эйнекс продолжили достаточно положительную тенденцию. У Роксов уже 2, 2 игры Винстрик, у Ваевиктис, соответственно, и Эйнекс по 3 игры Винстрик. Ну и, конечно, прервалась победная серия, пусть и небольшая, у команды Гамбит Гейминг. Давайте пройдемся по каждому матчу по отдельности. Наверное, я предлагаю начать и вообще вот про MVP наших сегодняшних поговорить с матчей, естественно, Рокс Эмпайр. Кто нас сегодня в этом матче удивил? И вообще, кто же у нас все-таки должен считаться MVP этого матча? Кто у нас самый ценный игрок? Мы сейчас получим в ближайшее время эту информацию, но лично для вас что было самым? Ага, Димашки у нас снова получает В очередной раз. Ну, он здорово провел эту игру и его киндер слишком сильно, наверное, повлиял. Он бегал, забирал драконов, он постоянно помогал своему топ-лейнеру и был всегда на шаг впереди вот как раз-таки легионеров, которые пришли сейчас в Империю. Им, конечно же, надо будет нарабатывать свою синергию, очень много тренироваться с командой, чтобы понимать, как действовать вообще. Первое, да, агрессия вообще, которая была с Тарнеллом, он абсолютно не ожидал, по-моему, происходящей ситуации. Попытались они Димашку переиграть, но... Самое главное то, что Роксы находились потому, что у них не было информации никакой, в преимуществе были Имперцы и просто Тарнелл, он не рассчитал тот урон, который в него может войти, пока его лесник идет сюда. Димашка достаточно уверенно играет пока весь этот сезон, несмотря на то, что Роксам тоже часто не хватает вот этой инициативы для того, чтобы, завладев преимуществом, продвинуться дальше, разыграть что-нибудь, вот это вот ударить как-нибудь. Они могут стоять и, опять же, с своим преимуществом ничего не делают некоторое время. Но сам Димашке, он никогда не был таким суперсильно уникумом среди всех лесных игроков, на две головы выше всех, но он всегда был в уверенном топе лесников, даже когда у команды Торнадо Рокс или команда Рокс Кис ранее были какие-то проблемы с игроками, с составом, с организацией, с чем-то еще. Поэтому заслуженный MVP получает сегодня Дмитрий Гущин. Вообще, я, кстати, хотел бы заметить, мы постоянно говорим о счастье ботлейна команды Торнадо Рокс и забываем о том, что ботлейны в Торнадо Рокс менялись. Менялись всегда. Неизменными оставались только Файрис и Димашка. И в те сезоны, когда Роксы достигали своих успехов, именно Димашки и Файрис, они никогда не были той командой, которую можно было бы назвать фаворитами в БО 5 против того же там обычно в составе Лазаньи или обычно против тех же Хардрандом с Кирой, да? Но они всегда стабильно набирали поинты по ходу сезона. И это то, что позволяло им зачастую даже в плей-оффах выходить изначально на более слабого противника и продвигаться как можно дальше. А там уже смотреть. И если у них появляется еще и тренер, если у них еще и появляется Ракса, который намного бодрее заиграл в этом сезоне и в целом Ботлэйн заиграл бодрее и Экумы отмечали, Раксы действительно возвращаются в тонус, которого мы так давно от них ждали. Ну и еще в прошлом сезоне, допустим, у них Буткем был только перед религейшами, чтобы подготовиться. И, кстати, он им помог, потому что они чуть-чуть не отъехали от команды ММР. Тем не менее, к этому сезону они подходят намного более подготовленно. И сейчас, когда они тоже будут тренироваться более упорно, мне кажется, где-то уже к середину сезона, может даже к концу, они могут стать одной из лидирующих команд. Двигаемся дальше. Второй матч, который выиграла команда на Тус Винцера. Ммм, Лазанья самая ценная игра. Как же необычно. Вообще, вообще вот Лазанья, зря ты не играл с первой недели. 200 потенциальных поинтов упущено. А Димашки с Заком тем временем, они зря времени не теряли. Уже по 200 у каждого. И сейчас еще, возможно, мы узнаем, что у Зака это 300. Но давайте посмотрим как раз хайлайт игры Лазанья на его любимый Риксай. Ну и вот один из последних файтов вообще. Прекрасно, Лазанья двоих только что подбросил. Скорее побегал, побегал там. Очень заслуженный МВП. Вот именно этот Тифайт он прекрасно сыграл. Замечательно просто свою команду к победе привел. Дельфины вперед. Спасибо. Спасибо, Юра, за этот блестящий разбор ситуации. Третья игра, игра, которая, по мнению многих, была, по мнению, по-моему, Тера, она была одной из самых интересных на этой неделе. Это игра Вейвиктис против Вегас Квадрон. И Вегас Квадрон отправились у нас в счет 1-2, который мы не ожидали даже за три игры, потому что Эдвард говорил о неважности первой недели, но вторая неделя это уже не шутки. И МВП этого матча становится Double Aim. Ну вот здесь однозначно заслуженный МВП 100%, 1000%. Double Aim на свои Риксай опять же столько вносил импакта. И Гангл постоянно и бот, и за Гангл мид, соответственно, на early level на третьем уровне. И в течение всей игры от него чувствовалось, вот прям, от него пахло такой пользой. Прям вот. Мне нравится, у тебя все время какие-то интересные ассоциации, как ты выражаешь, эмоционально, вот ты говоришь, грустный, там, или как это, расстроенный. Расстроенный, зато теперь не расстроенный. Вот интересно, кстати, вот Юре было бы о чем поговорить как раз с самим Заком, он тоже очень любит нестандартные ассоциации про 0-0 бубликов, а не драконов. Ну, скорее Зак любит игру слов, а Юра больше вот такие прям ассоциации. Да, ну и, конечно, последняя игра сегодняшнего дня это противостояние Джастов. Да, Ликрит наконец-то получает очки MVP, 100 поинтов. Это первый саппорт, который получает у нас. Арчи, Арчи. Арчи получал в данном органе, но, как бы, у Ликрита будет возможность завтра, кстати говоря, расставить все на свои места, потому что он может оторваться от Арчи и еще и может... Ну, здесь как раз драка была, когда он за одну драку, по-моему, если я не ошибаюсь, дважды выписал стан по двум целям. Ух, да, но он выписывал, тут даже не так важно по двоим или не по двоим, важно по каким целям он эти станы выписывал. Ну, постоянно здесь одна драка, 10 секунд, в итоге 5 целей не просто захватить преимущество, а пойти и завершить эту игру, потому что, когда ты дерешься на вражеской половине карты и уже ближе именно к Нексусу, то такие драки, они уже не то, что переворачивают игру, они их заканчивают. Ну, вот, когда, Миша, ты сказал о том, что для тебя Justy это MVP, как бы все, в общем и целом, своей игрой, то я бы хотел отметить то, что Justy как сами MVP, так и они сами анти-MVP, то есть это они игру в итоге отдали, возможно, это было решение Just Noob, или это было общее командное решение, когда они пошли снова в эту инициацию. Liquid прекрасно раздавал станы, но хотелось бы ответить, что соперник поставлялся слишком сильно, поэтому... Ну, здесь Justy просто пошли в открытую играть на поле, по сути, Альбус Нокс, там, где Альбус Нокс слишком хороши в темфайтере. Слишком комфортно себя чувствуют. Да, но в любом случае, видимо, Альбусам нужно было немножко времени, чтобы адаптироваться, адаптировались, выиграли 3-0. 3-0 же и у Ваевиктисов, но и давайте смотреть расписание на завтра и на турнирную таблицу заодно, да. Завтрашние матчи начинаем мы с противостояния команд Рокс и Just. Это игра, в которой есть у нас явный фаворит Роксы, которые играют все бодрее и бодрее, ну и Justy, которые тоже показали сегодня что-то, за счет чего завтра в матче против Роксов у них шансы появляются. Ну и, конечно, противостояние Генезиса и Димонки тоже не стоит забывать, что это два тренера, которые пока что им есть еще много чего доказать. И посмотрим, как они себя завтра проявят. Сквадрон, Веге уже проигрывать нельзя ни в коем случае. И, конечно же, центральный матч вообще всей недели это противостояние Гамбит Гейминг и Альбус Нокс Луна у нас тоже завтра состоится. У нас турнирную таблицу вы видите. Выявить из Еспортс и Альбус Нокс у нас идут на первых местах по 3-0. Гамбит Си Аэс и Торнадо Рокс 2-1. И мы прекрасно знаем, что либо Гамбит и завтра станут 2-2, либо Альбус Нокс тоже свой матч проиграют. Затем идут Вега, Сквадрон и Натус Винцеры по 1-2. И при этом Na'Vi, мы видим, что они на подъеме на жестком. Вега достаточно сильная спальня. Всегда надо трезво это оценивать, потому что Na'Vi, которые сегодня застомпили там в ноль одну из сильнейших команд, завтра могут проиграть точно так же даже Just MSI. Поэтому надо просто стабильность. Это то, чего всегда не хватает команде Na'Vi. Да, ну и завершают турнирную таблицу Just MSI Team Empire. Несколько вопросов, которые я бы хотел с вами обсудить перед тем, как мы закончим наш сегодняшний эфир. Вопрос первый. Empire сейчас 0-3. Я думаю, что для всех болельщиков этой организации, команды, которая была вице-чемпионом весеннего сплита, важно понять, появление легионеров это фактор для того, чтобы они начали подъем в турнирной таблице или мы пока не можем оценить по первому? Безусловно. Это огромный фактор, потому что без легионеров им вообще очень мало шансов у команды Team Empire для того, чтобы она заняла топ-6. То есть прогнозы были на топ-7, топ-8. Но с появлением легионеров, конечно, их шансы увеличились. Единственное, что им не хватает сейчас тренировок, опыта игры. То есть виден механический скилл. Видно чуть большее, возможно, где-то понимание игры в каких-то определенных моментах, но не хватает совершенно сыгранности. То есть даже топ-лейнер команды Team Empire чувствовал себя не очень комфортно, потому что вот нет этой синергии с лесником, который играет за Грейвса, постоянно что-то пытается подфармить, где-то только что-то добить, не особо вот какую-то стратегию испытывать, инициацию. И в этом плане мне сегодня Just'ы понравились даже больше, чем Team Empire. Потому что, несмотря на две вроде как хорошие перспективные замены относительно этого сезона, Just'ы использовали свою стратегию. Они огрызнулись и показали, что они могут бой дать. А Empire, они просто шли понакатанной и как бы ну как пойдет. Вот мы взяли сильных игроков, сейчас мы сыграем, но мы как бы не сыграли, не получилось, не повезло. Поэтому Empire могут выстрелить до сих пор, им для этого нужно время, и к сожалению, завтра они, если ошибаюсь, встречаются против Ваевиктисов как раз, они пока, на мой взгляд, не готовы к такому матчу, особенно учитывая силу Ваевиктисов и их 3-0, уверенные в этом сезоне. Вот к следующей неделе возможно они уже подготовятся получше, а как раз команда, против которых они будут играть, будут не настолько вверху турнира на таблице, как это было за эти вот последние три дня, потому что они играли и против Альбус Нокс Луна, и против Гамбитов. Вот как раз второй вопрос у меня как раз про команду Ваевиктис Еспортс. Они 3-0, и мы отмечали, что где-то, возможно, они играли не против самых сильных команд. Сегодня они играли против Веги, и это было очень уверенно, то есть они на голову оказались сильнее, чем Вега, даже несмотря на какие-то там неловкости в средне-поздней стадии игры. Им впереди предстоит Альбус Нокс Луна и, соответственно, Гамбит Гейминг. То, что они выиграют 4-0, это им поможет в матче, то есть это даст им дополнительный буст по сравнению, если бы они встречались в начале сезона, или как раз Альбус Нокс и Гамбитами пофиксят все ошибки до третьей недели? Я думаю, для Ваевиктисов это вообще не имеет никакого значения, против кого сейчас играть. Они играют одинаково, они играют свою игру, так как они ее чувствуют, как считают нужным, и у них это получается в данный момент, что очень важно. Поэтому, мне кажется, не для Ваевиктисов этот матч будет сложнее, а именно для таких команд, как Альбус Нокс и Гамбитов гораздо сложнее, потому что они не знают, как против них играть. Ваевиктисы действительно достаточно странно играют, то есть ты их не можешь прочитать, куда они пойдут, что они будут делать, как они тимфайтятся, потому что порой они дают телепорты в самых таких простых моментах, когда там отзонить, отрезать, чтобы просто вышку добрать. Надежно. Ну, достаточно надежно, у них нету вот такой прям замечательной макроигры, где они контролируют линии, от этого играют. Нет, у них более такие на чувствах основанные, вот как Зак считает нужным, так они и делают. Больше похоже, наверное, на стиль Нави, только лучше исполненный обычно. Ну что ж, друзья, на этом наш сегодняшний игровой день подходит к концу. От имени всей нашей трансляционной команды большое вам всем спасибо за просмотр. Пока и увидимся завтра. Пока.